Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, Отец Назарий. В первом послании к фессалоникийцам апостола Павла в пятой главе мы слышим один из призывов «Непрестанно молиться». Но как можно человеку непрестанно молиться, когда в нашей жизни помимо молитвы есть множество других дел? Работа, забота о семье, да и просто какой-то отдых. И в этом вопросе нам поможет сегодня разобраться наш гость, клирик Кафедрального собора города Новокубишевск, отец Андрей Полевой. Отец Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Отец Назарий, братья и сестры, все, кто у нас видит и слышит. Отец Андрей, расскажите, как можно непрестанно молиться? И вообще возможно ли это? Ну, для современного человека, конечно, понятие о непрестанной молитве, либо же вот, как говорит апостол Павел, всегда радуйтесь. Очень сложно принять за правду, да, за чистую правду эти понятия. Потому что действительно, когда человек перегружен, работой перегружен, семейными заботами о семье, да даже о себе, по сути, ему очень сложно переключиться на память о Боге. А ведь именно задача молитвы научить нас память о Боге. Задача молитвы не просто вычитать слова, не просто сказать Богу, в чем мы нуждаемся. Он все это знает. Он знает, в чем мы нуждаемся. Он знает наше переживание и страдание. Но если мы говорим о непрестанной молитве, то к ней мы можем подойти лишь только через практику молитвы. Если у нас есть практика молитвы, если мы стараемся учиться молитве, ежедневно обращаясь ко Господу, стараемся это делать не только дома, либо в храме, но еще по дороге на работу, по дороге с работы, на самой работе. Я не призываю вас оставить работу и только молиться. Нет. Но бывают моменты, когда действительно ты можешь вздохнуть ко Господу и сказать всего два слова. Господи, благослови. Господи помилуй. Слава тебе, Господи. И все. Это будет достаточно вполне для современного человека, чтобы действительно растопить лед в своей душе, смягчить свое сердце. И как мы уже неоднократно говорили, действительно основанием вот этой памяти о Боге, молитвы, непрестанной молитвой является, что искренность сердца. Чем мы искреннее с Богом общаемся, тем больше в нас воспылается желание, жажда общения с Ним. Ведь когда ты человека любишь, или же ты увлечен каким-то делом, то ты стараешься, стремишься поскорее вернуться к этому человеку, поскорее с ним пообщаться, взаимодействовать. И то же самое касается того или иного дела. Если нам нравится наша работа, то мы готовы там жить, утриженно говорю. Но действительно она доставляет нам радость. И вот то же самое, если молитва доставляет радость, то она становится непрестанной, постоянной. Но здесь, наверное, возникнет другой вопрос. А что же тогда? Постоянно бормотать какие-то слова молитв? И превратиться в такого жуткого фанатика, либо радикала своей веры? Наверное, нет. Все-таки молитва – это воля и заявление души, сердца человека. И то, насколько сердце открыто Богу, настолько и Господь может войти в него. И тогда, да, действительно, молитва становится не то чтобы непрестанной, да, именно в кавычках, а она становится такой памятью о его любви, о его милосердии. Через эту память мы можем постоянно воздыхать ко Господу, хотя бы даже в кратких молитвах. Отец Андрей, вот как Вы сказали, что в стяжании непрестанной молитвы молитвы помогает практика молитвенная. И вот говоря о молитвенной практике, Вы очень часто упоминали в наших прошлых беседах молитвенное правило. Насколько вообще для христианина важно молитвенное правило? Должно ли оно быть? Насколько вообще важна дисциплина в молитве у христианина? И вообще, в принципе, как понять, какое человеку выбрать молитвенное правило? Вы раньше говорили о том, что в этом может помочь разобраться там духовник, наставник, да, но как вот самому человеку во всем этом ориентироваться? Где найти вот ему необходимую грань? Сколько молитв ему прочитывать? Когда молиться? Как вот определить эту дисциплину молитвы для себя? У преподобных отцов встречается такая фраза, удивительная фраза, что подвижник должен избрать себе меру подвига молитвы и поста. То есть человек, видя свой образ жизни, понимая то, насколько он загружен, либо наоборот, если он находится на пенсии, да, либо он прикован к постели, он смотрит на свой образ жизни. И то, насколько он занят, он и со священником как раз и советуется. А сколько мне, батюшка, стоит молиться? Потому что порой, конечно, можно услышать советы о том, что вы должны то-то, 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 то-то. Да, хорошо, что мы должны, но обязаны ли мы? Ведь Богу нужно наше сердце. И здесь возникает вопрос дисциплины. Ведь можно всегда при поисках ответов уйти либо влево, либо вправо. Либо человек начинает искать себе оправдание, что он молится своими словами, либо сократил правила, либо вообще перестал молиться, перестал ходить в храм, советоваться со священником, причащаться, исповедаться. Либо, наоборот, он начинает перегибать, набирая на себя огромное количество различных благословений в акафистах, канонах, каких-то молитвословиях иных. И тогда, действительно, человек повреждается и духовно, а порой даже и душевно. И здесь вопрос возникает в молитве как дисциплине. Дисциплина должна быть. Молитва дисциплинирует человека, потому что человек знает, что в определенное время он предстанет перед Богом. И его задачей является не вычитать молитву, а именно помолиться, обратиться ко Господу. И об этом мы тоже говорили. Дисциплинирует его и в плане подготовки к причастию, и даже в плане посещения богослужений. Он знает, чтобы ему причаститься, приобщиться к тайнам Христовых, необходимо, если он не занят работой, какими-то государственно важными делами, явиться на богослужении вечером. Ну, а затем уже с утра, если с утра исповедь происходит, побыть на исповеди и остаться на литургии, чтобы приобщиться к тайнам Христовых. Но этому предшествует тоже правило подготовления к причащению. И если начать себя оправдывать, что у меня нет сил, мне лень, что у меня нет времени, и оставить полностью молитвословие, то ни к чему этому хорошему не приведет. Да, можно посоветоваться со священником, опять же, исходить из тех ситуаций жизненных, в которых вы находитесь, но они тоже меняются. А значит, именно посоветовавшись со священником, но если нет священника, то посоветуйте со своей совестью, посмотрите в душу и проанализируйте себя, посмотрите, а хватает ли мне этой молитвы или нет. А не перегибаю ли я палку, когда набираю на себя много молитвословий. То есть, какую задачу я себе ставлю в конечном итоге, что я хочу от этой молитвы. Возноситься, превозноситься тем, что я читаю так много, или наоборот, заниматься самоправданием, или все-таки искать золотую середину в этом правиле. Вот, наверное, именно задача христианин научиться искать эту золотую середину, но она опять же приходит с практикой. Как сказал один современный батюшка, который занимается как раз Иисусовой молитвой, он говорит о том, что необходима практика, еще раз практика. Человек должен искать для себя именно то состояние удобное, которое ему необходимо. Но, конечно, если есть священник, и вы ему доверяете, вы видите, что он и сам ищет способы решения своих духовных задач и проблем, то, естественно, вы можете посоветоваться, и я надеюсь, что он даст вам добрый, правильный совет. А там уже через вашу молитву он и покроет какие-то ваши ошибки, Господь покроет их. Поэтому ничего здесь сложного и нет, я думаю. Единственное, что главное – начать, а там уже продолжить. – Андрей, вот в процессе нашей беседы мы употребляли разные названия молитв, там Иисусова молитва, Акафист, Канон, да, есть еще там Тропари, есть молитва по соглашению. Что означают все эти названия? То есть есть какие-то особые сильные молитвы, которые помогают человеку в жизни, которым более благоволит Бог к этим молитвам? Или эти названия означают что-то другое? Как вот человеку разобраться во всем этом разнообразии молитв? Потому что, знаете, иногда человек особенно ищет и спрашивает, вот, мне бы такую сильную молитву найти? Или, знаете, как бывает там иногда смс-рассылки, вот тайная сильная молитва, прочитай ее, у тебя, значит, все в жизни будет в порядке. Или молитва там, чтобы ноги не болели, голова не болела. Вот как человеку, который хочет определить для себя правило молитвенное, разобраться вот в этом разнообразии молитв, понять, какую из них выбрать, и, может быть, он выберет какую-то слабую, и тогда будет жалеть об этом? Если такое понятие, как сильные и слабые молитвы, да, существовали, конечно, такие определенные молитвословы, не буду, скажем так, обижать издательства, но с них снимали грифы того, что сенот одобряет эти молитвословы, вот есть такая молитва задержания, да, тоже, и считает, что это вот самая, наверное, сильная молитва. Но если почитать, то там, по сути, произносятся различные заклинательные тексты, которые пытаются заклинать дьявола. Ну, давайте будем все-таки людьми разумными и взвешивать свои силы. Та или иная сильная молитва, неужели она может сломить того, кто сильнее нас? Нет, конечно. Мы же надеемся на милосердие Божие, на Его помощь. Поэтому любая молитва, которая нами прочтена именно с благоговением, наверное, это ключевое будет слово, с благоговением, она действительно становится сильной, она наполняется любовью Божией, благодатью Божией. Ведь и любовь, и благодать можно поставить знак «равно». И в человеке рождается мудроство преодолеть и свои немощи, и то, что происходит вокруг него, те или иные злые обстоятельства, будь то скорби, болезни, лишения, либо еще что-то. И, наверное, понятие сильных молитв и слабых молитв, оно явилось из среды все-таки не христианской, а из среды либо языческой, либо колдовской, магической. Потому что наделять молитвословие, те или иные магическими признаками, это кощунство, это богохульство. Так нельзя делать. Нельзя говорить о том, что молитва «Отче наш» менее сильная, чем какая-то иная «живы в помощь». Или «Живы в помощи» менее сильной, чем «Довоскресен Бог». Ну, очень опасное рассуждение, наверное, в плане отношения с Богом. Потому что, опять же, здесь возникает вопрос, а неужели вот прочитав то или иную молитву, Господь обязан тебе что-то дать и что-то сделать для тебя? Нет. Он будет это делать в силу твоего именно отношения к Нему. Насколько ты благочестиво относишься к Богу, настолько Господь и будет действовать по отношению к тебе, как педагог. А порой Господь и не исполняет его прошений, воспитывает тебя. И тогда возникает вопрос, а какой меня Акафист, батюшка, почитай, чтобы Господь вот обязательно меня услышал. Ну, во-первых, Акафист, Тропарь, Канон, Кандак, это все греческие слова. Они обозначают, либо же хвалебную песню, если брать Акафист, либо Канон, да, то есть границы определенные прославления святого, и Тропарь тоже песнопения прославляющая святого, стихиры и так далее. То есть мы видим греческие заимствования из греческого языка, потому что к нам, по сути, богослужение пришло в Россию на Русь именно с Греции. Потом было переведено Кириллом Мефодием на славянский язык, адаптирован для нашего понимания. Но для нашего современного понимания, конечно, хорошо была бы еще больше адаптивность. И тогда, может быть, мы понимали, что сила молитв не в словах, а, наверное, все-таки в смысле текста. Подумано тому, как и Евангелие, ведь и оно сильно. Прочитайте Евангелие, и вы увидите, что жизнь ваша изменится. Но как вы его прочитаете? Если вы прочитаете, именно погружаясь в текст, как говорит апостол Павел, имейте ум Христов, то есть рассуждайте так, как рассуждал Христос, будучи Богом человеком, по своей человеческой природе, ведь он тоже рассуждал. И, соответственно, мы, когда погружаемся в текст Писания, тоже можем видеть, что есть очень сильные места, а есть менее слабые места. И что тогда нам что-то читать, а что-то нет? Нет же, опять же, если мы познали это место своей жизнью, своим сердцем, опять же, проработали те или иные моменты, те или иные аспекты, которые указал нам Господь, то, естественно, для нас это глубокие, сильные места. Но если мы что-то еще не проработали, то нам это непонятно. То же самое происходит с молитвами. Когда нам молитва непонятна, она нам кажется менее сильной. Либо наоборот, чем больше каких-то сакральных слов, нам кажется, что она более сильная. Какие-то повелительные наклонения, заклинательные мы видим вещи, воспрепятствующие, дьяволу воздействует на нас и так далее. Вот оно сильное. Но очень многое зависит от нашей веры. Можно просто взять, осенить крестом дверь либо дорогу и пройти своим путем. И не нужно здесь прочитывать каких-то супер-пупер молитв. А тем более эти рассылки, они еще опасны тем, что люди нами манипулируют. Они пытаются играть на наших страхах, на наших фобиях, как бы сказали психологи. И поэтому, чем больше у нас страхов, тем больше нас загоняет в эти понятия магические. Прочел то, прочел это, у тебя вылечился зуб, у тебя заросла нога, там еще что-то произошло. Но врачи нам на что? Тоже нужно понимать, что Господь сказал, что пользуйся от врачей тем-то, тем-то. Пользуйся этим, пользуйся этим. И, соответственно, молитва это, в первую очередь, конечно, общение с Богом, а не магическое заклинание. Но, отец Андрей, у нас же в традиции нашей церкви все-таки есть такие моменты, когда мы к определенным святым обращаемся в определенных нужных. Как быть тогда вот здесь? То есть, все-таки мы же молимся иногда, например, Сергею Радонежскому, чтобы он помог в учебе. Люди, которые, может быть, занимаются предпринимательской какой-то деятельностью или еще что-то, молятся святителю Спиридону Тремифутскому. Как вот здесь быть тогда? Что это тоже язычество, тоже какие-то заклинания или что это? Наверное, скорее всего, не язычество и заклинания, а заимствование с языческой среды вот этого вот мировоззрения, этого внутреннего устроения. То есть, как говорил Филарет Дроздов, наш народ, он крещен, но не просвещен. В принципе, об этом же говорили и современные авторы, и очень многие повторяют эти слова. Поэтому, конечно, необходимо понимание того, что наши святые это не пантеоны, римских богов или каких-то греческих богов, которых мы себе придумали и возвели их в ранг. Но, в первую очередь, это наши братья и сестры во Христе, которые превзошли нас по святости, явили нам пример святости. И именно в силу того, что они стяжали благодать и удержали в себе до самой смерти и по смерти их мощи, их останки источают эту благодать, которая исцеляет, воскрешает, решает наши бытовые проблемы, мы же будем говорить об этом. Естественно, что получается, нам явили пример, пример той христо-подражательной жизни, которой мы должны жить. И если мы хотим, чтобы нас святые слышали, то нужно не просто прочитать молитву или акафист, или почитать какой-то период времени, отнесясь к молитве магически, а необходимо еще образ жизни поменять, значит, образ мышления. Ведь Господь педагог, я об этом сказал, значит, он нас воспитывает, воспитывает через какие-то решения. Заигрался ребенок, забрали у него планшет. Нужен, как говорится, ребенку показать что-то, да, посмотреть, дали планшет. То же самое Господь. Он что-то дает, что-то забирает. Вроде бы, ты теряешь какую-то радость, счастье, а с другой стороны, анализируя себе, понимая более глубоко твою внутреннюю проблему, твои внутренние переживания, ты видишь, что Господь тебя исцеляет от греховной раны. И вот то же самое, когда обращаемся к святым, основная задача-то не выпросить себе что-то, а поговорить с ним как братом или же как с сестрой во Христе, но который старше тебя. Отец Андрей, откуда тогда это возникло? Неужели просто вот простой народ просто сам из ниоткуда придумал, что вот Сергий Радонежский с этим помогает, там великомученик Мателима, значит, помогает там при болезнях. То есть, откуда вообще тогда это пошло? Почему люди вот стали приписывать разным святым, значит, определенные категории помощи в тех или иных делах? То есть, это просто вот сами как-то крестьяне, не знаю, народ непросвещенный просто придумал из ниоткуда? Или все-таки есть какая-то история в этом во всем? Нет, конечно же, мы отталкиваемся от самой биографии святых, то есть, от их жития. И если мы видим, что у преподоба Сергия Радонежского в детстве была проблема с обучением чтению, и он получил чудесное исцеление, великомученик, целитель Пантелеймон, он был врачом и исцелял людей, причем безвозмездно, или же иных, кого-то берем святых, Лукову Крымского, Война Сенецкого, и Матрона Московская, которая была вслепа, и действительно помогает людям исцелиться, и эти исцеления происходят. Да, с одной стороны, ничего здесь плохого, в этом нет, но нельзя, чтобы святые заменили нам Бога, ведь именно святые обращаются к Богу о том, чтобы Господь смилостивался над нами и через свою любовь даровал нам прощение грехов в первую очередь, потому что без прощения грехов человек исцеления не получает. Ведь даже в Таинстве Соборния, когда священник читает последние молитвы, там сказано, что «прими, Господи, покаяние такого-то раба». То есть мы в любом Таинстве, даже, наверное, в Таинстве Венчания тоже понимаем, сознаем свою немощь и просим Бога, чтобы Господь нас укрепил в созидании семьи. И то же самое касается Крещения. Да, кстати, в Крещении в Таинстве читаются заклинательные молитвы, но это священник читает, либо епископ. То есть ему дана власть, заклина дьяволом, но и то не в каждый момент, а лишь только здесь. Поэтому, чтобы у нас не было вот этого смещения векторов понимания, в первую очередь, мы обращаемся ко Господу. Но у нас есть братья и сестры во Христе, которые достигли святости. Ведь мы можем обратиться и к благочестивым людям, которые перешли в вечность, но еще не прославлены в лике святых. У нас есть симонахи Мануэл Елисеева, которые часто приезжают. Люди тоже обращаются и действительно получают просимые. Я и сам тоже неоднократно ей молился, и даже иногда вспоминаешь меня, обращаешься, матушка, мне плохо, на душе помоги. И действительно находятся способы решения вопроса. Причем чудесным образом все разрешается. Но к ней я обращаюсь тогда, когда по каким-то причинам, наверное, греховным причинам не могу сразу обратиться ко Господу. Вот честно скажу, что для меня это тоже было какое-то преткновение, потому что когда я пришел в церковь, а пришел я в церковь довольно-таки давно, более 20 лет назад, но изучал протестантизм и иные религии, и бывал на протестантских собраниях, я видел, что действительно, как бы сказать, они-то обращаются сразу к Богу, но я не могу всегда обратиться ко Господу. Не всегда это бывает. Бывает, что согрешил ты и не справляешься, ведь покаяние требует исправления, и тогда обращаюсь ко святым. И действительно, они слышат, они помогают. И мне кажется, знаете, отец Назарик, самое важное, что они помогают нашей душе раскрыться перед Богом. Вот это, наверное, самый важный момент. И душа обретает умиротворение, обретает спокойствие. И вот тогда, именно со стуженной головой, ты начинаешь решать или иные вопросы жизненные. Не по страстям, а именно действительно, когда твое сердце спокойно. Смотри, еще хотелось бы тогда в завершении нашей беседы поговорить еще об одной молитве, которую я перечислял до этого, это молитва по соглашению. А раз уж вот мы завели тему о разных видах молитвы, что это за молитва такая? Потому что особенно в последнее время ты тоже часто слышишь, что вот мы молимся по соглашению, каждый там в своей городе, в своем доме, в разных точках земли, мы там все собираемся в одно время. И вот опять же про сильную молитву мы с вами поговорили, что вот это все помогает, все это работает, что это за молитва такая чудесная? Молитва по соглашению она реально так действует? Или все-таки мы чего-то не знаем или не понимаем, что это за молитва? Здесь, знаете, отец Назарий, дорогие братья и сестры, наверное, тема очень обширная, но если говорить кратко, тезисно, то, во-первых, мы очень часто делаем из молитвы плацебо. То есть, я что имею в виду? Мы вроде бы все собрались, мы себя внутренне успокоили, что Господь нас теперь услышит, нас же много, он же нас теперь услышит. Но, я повторюсь, изменили ли мы характер, образ жизни, изменили ли мы свое отношение к тем, кто окружает нас, а изменили ли мы отношение к самому себе и к самому Богу? Есть ли у нас благоговение? Если мы с благоговением молимся, то почему бы и нет? Текст-то неплохой, но мы не можем Бога, либо Духа Святаго заставить действовать тогда, когда нам хочется. И мы об этом знаем из жития Силуана Афонского, который страдал, когда Господь его оставлял в своей божественной благодати, он переживал это очень сильно. Есть ли у нас такие переживания? Или все-таки мы пытаемся добиться чего-то своего? Ну, чтобы хорошо было детям. Замечательно. Опознали ли Бога дети? То есть, мы, получается, пытаемся решить, опять же, какие-то задачи своего личного комфорта, психологические проблемы разрешить. Но вот реально ли мы готовы попросить у Бога о борьбе со страстями? Ведь мы знаем, что когда начинаем бороться со страстями, они восстают, нам становится плохо, и мы обижаемся, злимся и так далее. Ну, так. А когда мы просим о чем-то бытовом, конечно, оно всегда проще. Другой момент, что действительно, вот привязка к одному времени. А если я живу где-нибудь на Дальнем Востоке, а вы живете в Москве, неудобно ночью вставать и молиться. Либо человеку в Москве неудобно вставать ночью, а ему утром на работу, еще добираться до работы, на метро, либо стоять в пробках, это проблематично. Поэтому, конечно, привязка ко времени, это, честно говоря, какая-то, ну, мягко говоря, глупость. Почему? Потому что Господь вне времени, вне пространства. Это мы ограничены временем, жизнью, пространством, за расстоянием, но Господь этим не ограничен. Почему мы не можем помолиться, прочесть эту молитву и попросить Господа действительно о помощи? Но, другой вопрос, а почему нельзя другими молитвами молиться по соглашению? То же самое Акафис какой-нибудь взять, молитвослов ищи, молитвословие какое-то иное. Можно? Почему нет? Ну, еще бы я, наверное, даже добавил, что все-таки для нас, для христиан, главная молитва по соглашению это божественная литургия. Это основа нашей жизни, причастия тела и крови Христовой, да, и люди, которые, люди, которые начинают называть там какую-то особую молитву по соглашению сильной и рассматривают ее в контексте отдельному от божественной литургии, ну, наверное, несколько ошибаются в каких-то вещах, мне кажется. Спасибо, отец Андрей, большое за увлекательную беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Храни вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok